ЛЮКСЕМБУРГ Самые модные сочетания цветов в будущей осени и фантастические шляпы на показе Валентина Кутюр. Для создания кутюрной коллекции сезона «Осень-зима-2021-2022» Пьер Пауло Пичолли пригласил в свою команду 17 художников, а для проведения шоу превратил судостроительную верфь в Венеции во впечатляющий подиум. Историческая судостроительная верфь, построенная в середине 16 века, стала декорацией для одной из самых ярких кутюрных коллекций сезона. Пьер Пауло Пичолли сделал ставку на цвет. Помимо культового красного цвета, который стал визитной карточкой бренда Валентина Гаравани, модели демонстрировали образы в оттенках фуксии, лаванды, пыльной розы, электрик, мятного и жизнерадостного желтого цветов. В новом сезоне Валентина рекомендует не фокусировать внимание на тотал-луках, состоящих из вещей в одном цвете или его вариациях. Актуальных сочетаний оттенков для будущей осени десятки. Насыщенно розовый отлично работает в паре с лаймовым, красный дружит с фиолетовым, желтый дополняет бирюзовый, а пронзительный голубой становится ярче благодаря глубокому красному. В процессе работы над кутюрной коллекцией креативный директор Марки сотрудничал с известными художниками, которые помогали разрабатывать ключевые образы шоу. Так, британская художница Джейми Нейрс разработала алый паттерн для белоснежного платья, которое закрыло показ, а работы итальянца Луки Козера превратились в стеганные объемные куртки. Пять работ американской художницы Патриции Трейб поместили на пышное платье, для создания которого потребовалось 140 метров, 88 различных тканей. На изготовление этого наряда ушло 680 часов. Претендовать на статус арт-объектов могут и перьевые шляпы, созданные ирландским модельером Филиппом Трейси. В последнее время не так часто удается сказать про новые коллекции брендов просто красиво. В обзор обязательно перемешивается какая-то социальная проблема, а дизайнеры пытаются донести важную мысль до публики. У Кима Джонса в его второй кутюрной коллекции для Фензи получилось вернуться назад, во время, когда достаточно было просто создавать одежду, которая бы радовала глаз. Вещи, в которые хотелось бы облачиться сию же секунду, не оглядываясь ни на общественное мнение, ни на подтекст. И если одни скажут, что сейчас не время просто шить красивые платья, другие поблагодарят дизайнера за то, что он не побоялся показать другую сторону кутюра. Ким Джонс обращается к истории Рима, черпая вдохновение в городе из разных эпох. Во главе – архитектура города, где расположена штаб-квартира Фензи. Даже в качестве декораций Джонс использовал квадратный колизей. Так, в видео, снятом для модного дома режиссером Лукой Гуадонино, мраморные статуи будто оживают, волют и переносятся на ткань с помощью изысканной вышивки, а арки и колонны дворца превращаются в фигурные каблуки туфель и сапог. В 13-минутном ролике презентации зрителю показывают роскошное платье, внимание цепляется за детали, вроде ручной вышивки на подолах и высоких перчаток или рисунков на сумках и обуви. Платьями из новой кутюрной коллекции Джонсу удастся покорить самую придирчивую особу, будь то полупрозрачным и почти невесомым платьем из тюля, с цветочной вышивкой и лентами из органзы, асимметричным из декардовой ткани, многослойным с оборками из шелкового тюля или пышным из перьев и хрустальных бусин. Завершают ансамбли асимметричные серьги, подготовленные для модного дома Дельфиной де Летре Фенди, а также переосмысленные культовые сумки Фенди Пикабу, расшитые перламутровой мозаикой и украшенные 3D-рисунками. Экстравагантные шляпы, огромное пальто и вечернее платье в кутюрной коллекции Баленсиаго. Демна Гвасали возвращает свой бренд на неделю высокой моды. Новую главу в истории модного дома Демна Гвасали начал с чистого листа. Дизайнер представил первую за 53 года коллекцию от кутюр во время недели высокой моды в Париже. Как рассказал дизайнер, кутюр – лучшее, что происходит в моде. А потому именно образом он уделил особое внимание. Зрители, приглашенные на показ, наслаждались естественными звуками движения вещей. В тишине похрустывали пайетки на вечерних платьях и постукивали каблуки. Обстановка напоминала музей или беззвучный перформанс. Каждый гость мог самостоятельно насладиться искусством, понять идею, прочитав между строк, без навязанного представления или музыкой смысла. Юбилейная 50-е для Дома моды и дебютная для Гвасалии кутюрная коллекция объединила в себе и исторические коды Баленсиаго, и видение современного креативного директора. Не обошлось без дорогих сердцу Демны брючных костюмов с нарочито увеличенной линией плеч и спортивных комплектов в духе Adidas 90-х. Коллекцию от кутюр невозможно представить без вечерних платьев. У Баленсиаго они тоже были. Черные многослойные платья, модели с цветной вышивкой и даже свадебный образ. Тех, у кого бренд все еще ассоциируется с эпатажем, порадуют огромные пальто конфетно-розового и желтого оттенков и шляпы, напоминающие перевернутые керамические тарелки. Они, по мнению креативного директора, неплохо смотрятся с оверсайз-стренчем и сетом из темного денима. Ударюшем и драпировкам в коллекции Джамбатиста Вали Кутюр «Осень-зима 2021-2022» Джамбатиста Вали призывает не думать о будущем, не концентрироваться на прошлом, а жить в моменте и каждый выход в свет воспринимать как праздник. В свойственной ему манере Джамбатиста Вали призвал поклонников бренда жить здесь и сейчас, и чтобы любой выход в люди становился праздником, а выбранный лук напоминал о лучшем городе на Земле – Париже. Джамбатиста Вали создал 42 лука из тюля, шелка, перьев, пайеток и бархата. Будущей осенью его поклонницы могут носить многослойные платья торты из сборчатой органзы и могут облачиться в смокинг цвета молока, дополнив его черным шелковым плащом в стиле призрака оперы. По мнению дизайнера, как всегда в моменты неопределенности на помощь приходит одежда – яркая, местами странная и очень красивая в своей экстравагантности. Команда Джамбатиста Вали уверены, что этой осенью платья облака с длинными шлейфами, усыпанные пайетками, брюки и, конечно, шарообразные головные уборы из розовых перьев будут как никогда актуальны. Тату-принт, бра-конус и другие культовые элементы Жан-Поль Готье в кутюрной коллекции Дома моды. В Париже прошло первое кутюрное шоу Жан-Поль Готье, над которым работал приглашенный дизайнер Читоси Абе. Модельер удачно смешала ДНК французского бренда с Сакаи, показав лучшие из двух миров. Жан-Поль Готье принял решение отойти от дел в прошлом году, отметив 50-летие марки громким шоу. Честь представить кутюрную коллекцию Жан-Поль Готье на неделе высокой моды в Париже выпала Читоси Абе, основательница японского бренда Сакаи. Дизайнер переосмыслила культовые творения кутюрье, показав свое видение Жан-Поль Готье. На подиуме модели продемонстрировали деконструированные платья, тренчи и юбки, боди, комбинезоны и лонгсливы с тату-принтом, над которым в этом сезоне работал известный татуировщик Доктор Ву, а также обновленную версию культового браконуса. Образы получились эпатажными и театральными, в лучших традициях Жан-Поль Готье. Сложноскроенные вещи дополнили многослойные ожерелья, массивные кольца Сакаи, браслеты из скрепок и пирсинг. Показ кутюрной линейки Шанель «Осень-зима 2021-2022» проходил в Парижском музее моды Пале Галлиера, где сейчас открыта выставка «Габриэль Шанель» – модный манифест. Вирджини Виар не побоялась соседства с лучшими трудами основательницы модного дома и показала, на что она способна у руля Шанель. Вдохновением в этом сезоне ей послужили работы известных импрессионистов Берты Мориза, Мари Лоренсон и Эдуарда Мане. Образы из картин художников ожили и в стенах музея. Модели облачились в пышные многослойные юбки в пол с отделкой контрастными перьями и черным кружевом, расшитые цветами топы и платья, которые дополнили игривые шляпки. Виар уверенно использует яркую палитру оттенков. Как рассказала дизайнер, ей нравится видеть цветные вещи зимой. Яркими получились фирменные твидовые костюмы, пальто с акцентной линией плеч и платье, напоминающее ночные рубашки. Креативный директор смешивает в коллекции нотки английского и французского стилей, а также женственные и маскулинные вещи. Показ закрыла Маргарет Куэлли в свадебном наряде. Актриса прошлась перед гостями в лаконичном платье цвета слоновой кости. Закрытый и сдержанный образ дополнила элегантная шляпка с розовым бантом и фата, расшитая миниатюрными цветочными бутонами. Банты дополнили и другие образы. Они стали аксессуаром в замысловатых прическах моделей или появлялись в качестве декора на одежде и украшениях. Дух 60-х и самые романтичные вечерние платья в новой кутюрной коллекции Диор. В Парижском музее Родена прошел первый за 18 месяцев живой кутюрный показ французского дома. По словам Марии Грации Кюри, факт того, что шоу пройдет очно, сильно повлиял на ее работу. Уже по традиции креативный директор французского дома привлекла для сотрудничества Еву Жоспен, которая создала огромные вышитые шелковые панели в качестве декораций. Кюри пожелала уйти от повествовательной концепции в сторону более концептуальной и сосредоточиться на тканях и сложных вышивках. Высокая мода в исполнении Марии Грации получилась не кричащей, а очень выдержанной и элегантной. Далее в программе. Люксембург. Большое путешествие по маленькой стране. Люксембург является одним из самых маленьких государств в мире. Он занимает площадь всего 1650 квадратных километров. Имея население в 500 тысяч жителей, он больше похож на большой город, чем на страну. Но с точки зрения путешественников, маленький размер Люксембурга является самым большим его достоинством, так как основные достопримечательности находятся по сути в одном месте. Центр Люксембурга, являющийся центром сосредоточения многих знаковых, красивых и интересных сооружений, и сам по себе считается достопримечательностью. Не случайно же ему присвоен статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Но это вовсе не означает, что вы должны проводить все свое время в центре города. Отправившись в непродолжительное путешествие за пределы столицы, вы обнаружите множество восхитительных городов и живописную сельскую местность. Одни только старинные крепости и потрясающие замки, которые вы там увидите, стоят того, чтобы выбраться на окраины. Старый квартал Люксембурга, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, идеальное место для начала знакомства с этой восхитительной страной и ее столицей. Когда-то центр города был окружен надежными укреплениями, благодаря которым его даже именовали Северным Гибралтаром. Но в 1883 году эти укрепления были разрушены, и в настоящее время на их месте вы найдете лишь усаженные деревьями, мощенные улицы, пышные парки и сады. Побродите по окрестностям, осмотрите живописные мосты и извилистые улочки. Эта прогулка точно подарит вам массу приятных эмоций. Собор Люксембургской Богоматери или Люксембургский Нотр-Дам, построенный в XVII веке священниками и иезуитами, считается одной из главных достопримечательностей Люксембурга. Одной из характерных особенностей этого старинного сооружения являются северные ворота в стиле барокко, покрытые красивым витражом, который датируется XIX и XX веками. Внутри храма вы найдете немало современных скульптур, а также знаменитую статую Мадонна и Иисус в миниатюрном виде, которая находится над алтарем. Кроме того, собор известен своим склепом, в котором захоронены члены королевской семьи Люксембурга и который охраняется двумя каменными львами. Несмотря на свои небольшие размеры, Люксембург по праву может гордиться имеющимися на его территории многочисленными музеями. Один из лучших – Национальный музей истории и искусства, расположенный на рыбном рынке в центре старого города. Здесь вы найдете огромную коллекцию экспонатов, среди которых старинные инструменты, монеты, оружие, исторические документы и фотографии. Большая часть представленных в музее художественных работ относится к галоримской эпохе и рассказывает многовековую историю социальной и религиозной жизни тех, кто называет Люксембург своим домом. Если вам нравятся современные искусства, вы тоже не будете разочарованы. В музее предостаточно работ художников 20 века. Утес-бог в Люксембурге известен своими фортификационными сооружениями и старинными пушками. Именно здесь вы можете исследовать казематы, которые представляют собой серию подземных ходов. Строительство этих удивительных туннелей можно считать инженерно-техническим подвигом, поскольку их протяженность – 21 километр. При этом вырыты они в твердых скальных породах. Главное назначение казематов – сокрытие от взора неприятеля, солдат и лошадей, а также хранение снаряжения, обмундирования и боеприпасов. На вершине плато вы найдете руины старинного замка, которые были обнаружены только в 1963 году. Отправляясь в путешествие по Люксембургу, не забудьте про прогулки по Маленькой Швейцарии. Да-да, вы не ослышались. Маленькая или люксембургская Швейцария – так называется местность на северо-востоке Великого герцогства Люксембург. Она составляет крайне небольшую часть страны, всего 7%, но издавна славится своими пейзажами. В этой местности находятся такие города, как Экторнах, Бердорф, Грунтхов, Бофор и другие. Люксембургская Швейцария входит в состав немецко-люксембургского природного заповедника. Названием своим она обязана своему сходству со швейцарскими горными ландшафтами. Здесь расположены причудливые скалы из песчаника, которые образовались еще в ледниковый период, необычайно живописны и протекающие по зеленым холмам река Сюр и ручей Черный Эрнст. Склоны гор и холмов поросли лесами и кустарниками. Растительный и животный мир в этом регионе совершенно особенный. Некоторые виды растений встречаются только в этой части Люксембурга. Это вызвано стопроцентной влажностью воздуха, которая в этой местности сохраняется почти круглый год. На протяжении веков славится красотой и долина Мюллерталь. По холмам и скалам которой протекает множество ручьев. Часто потоки водопадами падают со скал, что, конечно, выглядит очень романтично. Уникальным образованием является водопад с тремя каскадами. На него можно полюбоваться с каменного моста Шисинтемпель. Походы по нетронутой природе можно чередовать с осмотром уютных городков и деревень, а также посещением кафе. Коммуна Бердер является одним из самых посещаемых мест Люксембурга. Расположен он на продуваемом всеми ветрами плато, возвышающемся над долинами, в которых протекают реки Эрнст-Нуар, Заор и Эсбах. Эти долины покрыты сетью пешеходных троп, которые позволяют вам насладиться величием люксембургского ландшафта. Леса в этом районе занимают более 1200 гектаров. Если вы неравнодушны к скалолазанию, то здешние холмы предоставят вам прекрасную возможность заняться любимым хобби. В районе деревни Буршайт, расположенной на плато, по которому протекает река Заор, есть немало интересных пешеходных троп, поэтому у вас не возникнет вопроса, чем заняться. Но настоящей ценностью этого места является замок Буршайт, который, будучи расположенным на высоте 137 метров, доминирует над окрестностями. Этот замок, построенный в X веке, был с любовью сохранен, и сегодня вы можете побывать в нем, совершить экскурсию с гидом, чтобы узнать больше о его истории, либо довольствоваться одним из аудиотуров. По вечерам замок, полностью освещенный лучами заходящего солнца, представляет собой невероятно красивое зрелище при взгляде со стороны деревни. Замок Вальферденш, расположенный недалеко от Грюневальского леса, до конца XIX века, был резиденцией великого герцога. Деревня Вальферденш, подарившая замку свое имя, находится недалеко от долины Альзет, которая известна своими пышными лесами и потрясающими видами. Деревня также славится своими цветами, в особенности своими распространяющими пьянящий аромат розами. Путешествуя по Люксембургу, откройте для себя Вианден, замок, находящийся на холме высотой 450 метров и представляющий собой величественную крепость, построенную еще в XI-XIV веках для графов вианденских. Когда-то это была резиденция королей, а сегодня важнейший, наряду с тропой Вин, туристический аттракцион Люксембурга. Рекомендуем прогуляться по величественному замку и насладиться интерьерами комнат, в которых жили члены Аранско-Нассауской королевской династии. Если вы думаете, что для того, чтобы увидеть настоящие замки Средневековья, необходимо объездить всю долину реки Луары, то вы ошибаетесь. Вианденский замок тому подтверждение. Кстати, здесь долгое время жил Виктор Гюго, которому нравилось любоваться местными видами. Так что не поленитесь и загляните в его дом-музей. В Мозельском районе Люксембурга расположен Мондорф-Лебен, где находится один из лучших термальных источников во всей Европе. Одним из самых известных из них является оздоровительный центр, в котором со СПА-комплексом соседствуют тренажерный зал и отель. СПА обслуживается родниковой водой из подземных источников, температура которой составляет 24 градуса по Цельсию. Местная вода славится своими целебными свойствами. Говорят, она помогает излечиться от целого ряда заболеваний. Если вы подыскиваете в Люксембурге вариант расслабляющего отдыха, то в первую очередь отправляйтесь именно сюда. ЛЮКСЕМБУРГ Люксембург – страна, в которой действующим главой государства по-прежнему является монарх. Резиденция монарха Большой Герцогский дворец заслуживает внимания искушенного путешественника. Изящное здание, в котором сегодня проходят все самые важные мероприятия Люксембурга, появилось совсем случайно. Как-то в городе случился большой пожар, в результате чего пришлось строить новую ратушу, которая позже стала основой для резиденции монарха. Сегодня же дворец – один из самых больших и красивых выставочных комплексов страны. На этом время нашей программы подошло к концу. Через неделю мы с радостью вновь откроем вам мир роскоши, моды, стиля и красоты. Оставайтесь с нами и будьте красивыми. А мы благодарим наш любимый французский дом за яркие моменты в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok